Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето. Бла-бла-фьюзинг Жизнь в кето продолжается. Входим в привычный, регулярный, систематичный режим. Каждый день выкладываем обеды, всё считаем, как продолжаем, всё взвешиваем, всё готовим. Соблюдаем все кето-пропорции 10, 70, 20, где 10 это углеводы. И сегодня у меня традиционный салат капустный жутко. Вот за жутко, за три дня сухого пайка дико соскучилась по салату. Капуста хотя была, я там чуть-чуть её грызла, просто обыкновенную, как говорится, скачана отрезанный кусок. Кстати, очень, даже очень люблю так это делать, погрызть её. Но с капустного салата тоже не хватало. И сегодня здесь капуста, здесь и огурчик чуть-чуть. И всё это титаническими усилиями, чтобы не сделать, как всегда, полный тазик. Здесь всего 100 грамм смежих томатов, один небольшой огурчик и не очень много капусты. И зелень, в принципе, это как бы прилично. Как всегда, столовая ложка сегодня это горчичное масло. И, кстати, пищевых дрожжей. Вот эти три дня я, получается, что их не применяла, не использовала, не употребляла. И здесь я побольше их насыпала. Пищевые дрожжи – вещь необходимая. Хотя сейчас я их потребляю гораздо меньше, чем на том этапе, когда нужно было восстановить волосы. Об этом есть моё отдельное специальное видео. Подсказку оставлю в описании. Называется «Ужас. Высохли и выпадают волосы». Так, и ещё о чём я дико соскучилась за эти три дня и о чём я прям мечтала, даже я не побоюсь этого слова – тыквенная каша. Кстати, правда, надо было сливочное масло сюда написать. Я почему-то написала сало и уже отрезала. А вот как раз вместо вот этого сала 30 грамм, как раз бы сюда надо было сливочного масла 30 грамм. Но сегодня здесь выходит только 30 грамм жирных сливок в недоме, в деревне нашей местные. И 200 грамм тыквы. Всё это в микроволновочку. И всё, вот вуаля, как говорится. Вкуснейшая штука на свете. Вкуснейшая рекомендую. Всем, кто не пробовал тыквы, сделайте это. У вас есть шанс. Чё-то мне там где-то капает. Угу, ладно. Так, и сегодня приготовила... Ну, это сало, понятно, да, копчёное здесь 30 грамм. И сегодня приготовила... У меня давно они лежали уже в морозилке. Ну, в смысле, слепленные, как говорится, котлетки. Котлетки пополам говядина, свинина. И лук. Там немножко, буквально, для запаха, как говорится, сочности. И всё, больше там ничего нету. Ну, посолила, поперчила. Быстренько-быстренько их на сковородочку с салом разогрела. И потом залила водой, ну, чтобы они не были прям совсем жареные. В общем, короче, они такие жареные... Жареные, тушёные котлетки. Быстренько-быстренько всё приготовилось. И 20 грамм на десерт арахиса и 2 кубика 16 грамм горького шоколада. Вот такой вдохновляющий, чувствую удовлетворяющий, замечательный кето-обед у меня сегодня на ужин. Что будет, вот даже не представляю. Но уверена, всё в той же пропорции, в той же калорийности. Также тысяча с чем-то 50-60 калорий, потому что ем по-прежнему на 2100 килокалорий. Вес, кстати, после, так сказать, контрольного взвешивания сейчас у меня... Ну, после, так сказать, всех перипетий и связанных вообще с приёмом лекарств, всяких там разных и так далее. В общем, короче, 71 килограмм. Чему я, в принципе, абсолютно рада и, как говорится... Ну, то есть, всё меня устраивает. Хотя, ну вот, то есть, вот это вот снижение... У меня же было 2200, сейчас 2100. Немножшее снижение в плане калорийности. Всё-таки я рассчитываю немножко на подтяжку всё-таки. Ну, как бы, не знаю, снижение, может быть, отёчности или как вот... Которую я как-то, наверное, всё-таки где-то немножечко-немножко... Может, мне кажется, ну, как-то ощущаю её, короче. Ну, дело к лету, как говорится. В общем, короче, пока всё, 2100, дальше будет видно, что и как, как говорится, в процессе буду, как говорится, посмотреть. А так, всем кето-привет! Прям соскучилась-соскучилась жутко по каналу, по всему-по всему, по видео, по съёмке и по всему прочему. И вообще, короче, кето рулит. Не забудьте всё написать, всё поставить. Лайки, комментарии, предложения и колокольчики. Заходить на телеграм-канал. Всем пока! До завтра! Продолжение следует...